Итак, друзья, всем доброго времени суток. Всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, у нас очень важные срочные новости, о которых я просто не мог сказать. Это касаемо проекта CyberConnect. В общем, расскажу, что произошло, какой ребрендинг, для чего и кому просто необходимо будет сменить NFT. Это первое. Второе. Также расскажу о том, что все-таки они сделали свою L2-сеть, которая вот-вот уже выходит в майонет. В общем, друзья, тут есть о чем поговорить. Обо всем этом расскажу. Также, друзья, чтобы видео было полезно всем, а не только тем, кто влетел в сайбер, либо захочет влететь в сайбер, мы разберем еще новости по некоторым проектам. Это Backpack, Sanctum и покажу по Bybit то, что у меня уже нафармилось с Launchpool. В общем, друзья, обо всем коротко и самое главное с пользой расскажу и покажу. Поехали. Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить. Вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ «да», то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в Telegram канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную цену и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, друзья, стоит начать, конечно же, с Cyber. Я уже писал в Telegram канале в своем маленьком о том, что у них произошел ребрендинг. И вот как он выглядит. Теперь, если мы перейдем сюда на сайт CyberConnect, то теперь вот все это выглядит вот так. И CyberConnect больше не Connect, а просто Cyber. Это сделано в честь того, что они уже готовятся выкатить свою сеть в MyNet. Плюс также заявлено о том, что у них партнерство, внимание, Agent Liar, Base, Optimism. И выглядит это все на самом деле очень и очень неплохо. Поэтому, когда я вам говорил, что брать монету по 8-10 долларов, это хороший смарт-бух и кидать ее в стейкинг, я думаю, что я все-таки не ошибался. Также, друзья, в честь этого они сделали свою NFT, которую мы можем сминтить. Здесь, внимание, касаемо минта NFT, те, кто стейкают токены, я думаю, нужно по-любому сминтить. Те, кто не стейкают или не влетают, смотрите сами. Я бы все равно порекомендовал это сделать, потому что мы знаем кучу примеров. Самый яркий это Аптос, который вообще за бесплатную NFT просто раздал там по полторы тысячи долларов. Здесь может быть та же самая система. Поэтому отдать 2 доллара или не отдать за NFT решайте сами. Как это сделать? Переходите по ссылке в описании и вот здесь на главной страничке нажимаете Mint Now. Вас перебрасывают на вот такую страницу, где вы можете сминтить свою NFT. Вы можете сминтить ее в сети Base, Ethereum, Arbitrum, Optimism или Blast. В любой из этих сетей. Я себе сминтил Base, Ethereum и Arbitrum. Был бы еще Optimism, забрал бы и в нем. То бишь, можно забрать в одной любой сети. Ну, понятно, что самое дешевое это будет Base, Arbitrum либо Optimism. Поэтому, друзья, я забрал в трех, потому что стейкуют там на самом деле неплохую сумму. Но вы можете забрать вообще в любой сети. Хотя бы одну, я думаю, 2 доллара это не столь большие деньги. Поэтому вот такие новости. Но что меня действительно радует, это то, что все-таки будет своя L2-сеть. Это хорошее партнерство. И выглядит все это, ну, на самом деле очень неплохо. Касаемо стейкинга, давайте напомню и покажу вам, что вернемся на складочку стейкинг. Давайте вернемся. То, что у нас, я напоминаю, что стейкинг у нас продлится до 8 июня. То бишь, уже осталось чуть больше там. Ну, короче, осталось 3 недели до конца. И люди, знаете, поделились на 2 лахера, как это всегда бывает. Когда сразу после старта кампании, когда АПР у нас был еще более 1000%, я говорил, заносим, кидаем. И цена монеты была хорошая. То есть, это было до пампа 14 в 14 долларов. То есть, все это было гладко. Люди говорили, какое 3 месяца лочить токен. Сейчас, когда можно взять монету по хорошей цене, она сейчас торгуется по 8 долларов. То есть, вообще прям, ну, куда ниже уже. Не будет она. Вряд ли она уже будет ниже. Мое имхо мнение. Когда не нужно будет долго держать. То есть, тут надо будет подержать чуть меньше месяца. Люди говорят, ну, уже поздно. В общем, друзья, не буду ничего рекомендовать. У меня, если вы помните, 600 монет в стейкинге. Да, я каждый день нажимаю чек-ин. Также ждем еще один дополнительный дроп. Не забываем про это. Ну, и скоро это закончится. Если хотите, вы можете на самом деле, цена сейчас хорошая. Вы можете еще прикупить монет и закинуть их в стейкинг. Можете этого не делать. Но и нефтишку в честь ребрендинга и запуска майнет-сети, я думаю, забрать все-таки стоит. В общем, это касаемо Сайбера. У меня на него большие планы. Депозит у меня тут тоже приемлемый. Поэтому ждем, надеемся и верим. Значит, идем далее. Далее я бы хотел сказать за бэкпак. Значит, на бэкпаке у нас появилась новая небольшая, значит, акция. Это не новый сезон. Да, мы еще ждем награды за третий сезон, где мы откручивали объем. Должны раздать токен ИО. Когда раздадут, пока информации нет. Но появилась вот такая шаффл. Монета называется шаффл или как-то так. С 16 по 23 мая пройдет, значит, у нас эта акция. Ее заберут либо топ-70% трейдеров, либо топ-10. Короче, топ-70 поделят 500 тысяч монет и топ-10 поделят 500 тысяч монет. Крутить или нет, вы решайте сами. Я скажу за себя, с парклом прошлую акцию я не делал. Но люди, которые сделали, им насыпало 1.2, x1.5, даже кому-то x2 от вложений. Кому-то дали, кому-то не дали. Непонятная ситуация. В общем, я думаю, что на антифома, на антифома, я сюда хотя бы 100-200к объема сделаю. Ну, вот реально сделаю. И с каждым сезоном, с каждой новой акцией объемов меньше, людей меньше. И выглядит довольно перспективно. Не буду ничего рекомендовать в очередной раз. Хотите, делайте. Не хотите, не делайте. Это есть. Идем далее. Далее у нас проект Санктум. Напоминаю, что сегодня в 18.00 стартует акция Boost X2 для тех, кто будет стейкать Juicy. Либо сейчас давайте откроем, чтобы сказать точную информацию. Монеты у нас будут Juicy, Lanternine, Power и какой-то Puvie. Короче, Puvie, Lanternie и Juicy. В 20.00. Значит, что нужно делать? Показываю еще раз, как я буду это делать. Открываем вкладочку Trade. Здесь выбираем наши монеты Infinity. Видите, я уже немножечко купил себе этого Juicy. И нам нужно обменять все наши Infinity на эти Juicy, либо на одну из тех монет, о которых я говорил выше. И в 20.00 запустится Farm X2 Boost. На любую из этих монет. Если вы еще не влетели в проект Санктум, то, друзья, я вам хочу напомнить. Сейчас идет только первый сезон. Я не знаю, сколько будет сезонов. 2, 3, 5. Неизвестно. А может быть и все. Может быть и закончится. Но если написано, что сезон 1, то, скорее всего, как минимум будет сезон 2. И если вы сюда еще не влетели, то, друзья, ну прям совершенно. Мое личное мнение, опять же, это, да, не финансовая рекомендация, не поздно. Если у вас хранится где-либо просто Солана лежит и как бы, ну, без дела, то, если она точно без дела, то 100% я бы ее сюда занес. Ну, я, в принципе, так и сделал. Еще, конечно, докупил немножко, потому что захотелось побольше вкинуть. Но сам факт. В общем, если вы еще не влетали, то вы просто за Солану можете купить любой из этих токенов. На Juicy вы уже не попадете на X2. Но любой там Infinity, любой-любой можете купить. Обзор есть на проекте. Что буду делать я? Как видите, сейчас опять есть ошибка, при которой непонятно, как их купить. В общем, в прошлый раз было все то же самое. И тут нужно вот подугадывать. Давайте обменяем два Infinity на Juicy. Цена, видите, 403 и 403. То бишь, ну, цена одинаковая. На курсе токенов мы ничего не меняем. Подтверждаем. В общем, к 20.00, до 20.00 по МСК все свои монеты нужно перелить в одну из тех трех монет, которые я показывал выше. Единственное, еще скажу совет. Чуть-чуть на Infinity, если фармите, оставьте. Просто копеечку, чтобы он не заглох, а дальше продолжал фармить. Ну и забираем еще раз X2 наших поинтов. Друзья, это касаемо Санктума. Тут тоже понятно. И еще у нас я хотел вам показать по Байбиту. Нужно сделать небольшой отчет. Я еще сделаю потом пост. Но все-таки немножко нужно показать. Значит, лаунч пул. У меня фармятся МНТшки. И вот вчера мне насыпало 17 CTA токенов. Это 7 где-то долларов. Это насыпало за день, потому что я не сразу вкинул сюда токены. Во-первых, там был сразу, мне насыпало в несколько раз больше. Там был огромный АПР. АПР. Я не успел. Почему? Потому что у меня МНТшки лежали еще под лаунч пат токена Liferoom. Вот. И я не сразу вкинул. Поэтому насыпало пока столько. Здесь эта акция продлится еще 4 месяца. Все эти монеты я держу. Единственное, что я хотел вам еще показать. Важную акцию. Я запишу о ней еще. Либо отдельный ролик, либо напишу пост. Если будет нужно, что здесь у нас CTA фарминг заканчивается через 4 дня в 18 часов. И начинается фарминг НИАН вот этого токена. Проект, кстати, довольно перспективный. За него мы голосовали на карве. Люди за него делали задания. Уже получили какие-то награды. Я, кстати, не получил. И он стартует через 3 дня. То бишь, что буду делать я? Я с CTA достану все эти токены. Неважно, сколько на фарме. 10, 20, 30, 40 долларов. Я еще сделаю об этом пост. И все это занесу вот в этот пул. Опять же, буду фармить МНТ, потому что ЮСДТшек у меня фактически нет. Ну, то есть здесь старт ВПР. И сразу я сюда все это вкину. Посмотрим, что получится заработать. Друзья, подведя итог, касаемо именно Байбит биржи, я бы хотел сказать. Давайте будем честны. Она кормит. Каждый день какой-то новый проект. Абсолютно каждый день. И до которого можно зарабатывать. Да, пускай это небольшие деньги. Но все-таки можно. И это фактически каждый день. Поэтому, если вы еще до сих пор не зареганы на этой бирже, друзья, не тупите. Ссылка в описании. Переходите, регайтесь и выполняйте задания. На этом можно зарабатывать лучше, чем на какой-либо бирже. Ну, если я не прав, то напишите, обоснуйте мне в комментариях, в чем я не прав. Байбит, который вчера там вообще... Ой, Байбит. Бинанс, который вчера там вообще обосрался, когда Ноткоин залистил. Да, Байбит тоже тормознул, остановил свою работу, легла биржа. Но Бинанс вообще ничего не сделал. И таких бирж куча. Ну, в общем, друзья, на этом у меня все. Такие вот новости. Еще хотел бы спросить. Последнее время просто куча проектов, постов и видео. Потому что везде, везде, везде. И это все нельзя упускать. И я не знаю, то есть, нормальный ли формат, когда выходит несколько видео в день. Ну, потому что я не могу... Ну, много всего. И обо всем хочется сказать, показать. Ну, потому что это важно. Напишите, норм или не норм. Всех обнял, приподнял. Ребзы, всем профитов. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok